Сентябрь 1987 года Перед теплоходом неожиданно появился иранский фрегат Он вышел к нам буквально под борт Видимость была плохая, где-то метров 100 было направлено от нас Любой выстрел по советскому теплоходу с боеприпасами мог обернуться катастрофой Мы навели на него башни, астрологические свои постоянно Он все равно сопровождал, пытался освободить Поэтому мы постоянно маневрировали, вставая между ним и нашим транспортом Но потом, когда нам надоело, мы попадали на пускалышную ножку ракеты Зенитные, на урагановские установки Открыли, хлопнули, крючки с грохотом Открылись, после этого он отворил вправо и ушел Действия эсминца 956-го проекта предотвратили столкновение с иранским кораблем И важный груз был доставлен по назначению 956-й был создан как именно корабль Охранение, то есть ракетно-артиллерийский корабль Эскадренные миноносцы этого типа получили шифр с именем хищной птицы Сарыч Они стали третьим поколением боевых кораблей и вошли в основу ударных группировок российского военно-морского флота Национальная школа строительства эскадренных миноносцев одна из лучших в мире Ярчайшим ее представителем является вот этот мощный эсминец проекта 956 Сарыч В советское время было построено 17 таких кораблей Всего за 30 секунд он способен выпустить 8 сверхзвуковых ракет и уничтожить любой атомный авианосец Кроме того, Сарыч способен прикрыть огнем конвой судов, поддержать высадку десанта Атаковать подлодку противника или выставить минное заграждение Ракетно-артиллерийское вооружение эсминца позволяет ему на равных вести бой с любыми кораблями стран блока НАТО О самом универсальном эскадренном миноносце России, о драматической истории его создания И неизвестных боевых операциях с его участием впервые наш фильм сегодня Океанский хищник 21 января 1947 года в Кремле под руководством Сталина состоялось важное совещание по вопросам судостроения В зале царила тягостная атмосфера Всего месяц назад глава страны отстранил от должности главкома ВМС Николая Кузнецова Который предлагал строить авианосцы и противился флотским реформам вождя Заветной же мечтой Сталина были эскадры линкоров и создание океанского флота Способного противостоять ведущим морским державам, получившим доступ к атомным секретам За 10 лет обескровленной войной стране предстояло построить около 6 тысяч боевых кораблей и судов На их создание требовалось более 75 миллиардов рублей, что в полтора раза превышало довоенные ассигнования Мы же отставали на 4-5 лет от американцев в развитии флота Только острая необходимость защиты страны от атомных планов США заставила участников совещания прийти к общему мнению Крупным кораблям необходимо надежное боевое охранение Уже через неделю Совет Министров утвердил техпроект нового эскадренного миноносца 30-бис Разработанный ленинградским ЦКБ-53 Впоследствии переименованным Северное ПКБ Этот и последующие корабли унаследовали лучшие традиции русских корабелов Строивших миноносцы на протяжении более 70 лет Наши послевоенные первые корабли, чисто артиллерийские Они очень были похожи, в общем, где-то на довоенные корабли Несмотря на сложное послевоенное положение В стране нашлись средства на создание не только таких кораблей Но и подводных лодок, сторожевиков и даже крейсеров В декабре 47-го была проведена денежная реформа И отменены карточки на продовольственные товары Оживление, которое царит во всех магазинах Сделало праздничным этот обычный будничный день Новый советский рубль, отмена карточек, единые государственные цены Все это повышает реальную заработную вкладу Сегодня это уже начал ощущать каждый трудящийся человек нашей страны Эсминцы стали первыми на флоте носителями корабельных вертолетов И нового оружия, ракетного Первый отечественный ракетный комплекс противовоздушной обороны Волна Он испытывался на одном из эсминцев 56-го проекта Когда мы закончили с 56-ка, ракетный комплекс Волна Тал устанавливаться на всех кораблях Именно эти корабли попали в эпицентр холодной войны Разразившейся между странами НАТО и Варшавского договора Благодаря эскадренным миноносцам второго поколения Советский ВМФ смог на равных противостоять флотам вероятного противника Доходило иногда, что в месяц более 20-25 суток мы находились в море Там, где американцы, там и мы Пусть мы слабее в количественном составе Но, во всяком случае, мы были в курсе дела Что делает американские корабли в той или иной части Мирового океана И в конце концов они нас признали Понимаете, они нас признали 60-е годы были отмечены пиком советско-американских инцидентов в воздухе и на море В этот период стороны обменялись более 40 нотами протеста По поводу опасных происшествий Один из таких моментов нашел отражение в художественном фильме «Голубая стрела» Вижу две цели Вижу помехи Вижу помехи Стрела, стрела, я лукнули один Немедленно возвращайтесь за точку Не стал исключением и 1967 год 9 мая в СССР впервые решили отметить День Победы как государственный праздник Когда в Москве заканчивалась подготовка к торжественным мероприятиям В Японском море, к советским территориальным водам Неожиданно подошел ударный американский авианосец «Хорнет» На перехват экстренно вышел дежурный эсминец «Вески» Который установил слежение за «Хорнетом» Была группа специального назначения, которая снимала все на пленку Для киносъемки авианосца «Вески» занял позицию в нейтральных водах с солнечной стороны Но этот маневр не понравился американцам Их корабли охранения тут же окружили советские эсминец В 12.08 они начали особо опасно маневрировать 9 мая И эскадерный миноносец номер 517 бортовой пошел на столкновение Как отрезка ворочает влево Чуть не поцеловались Дадь вы им Ты свой борд, жалко Дежурным средством готовность номер один Симфон американцу! Советую быть осторожнее на поворотах. Это может плохо кончиться для нас собой. Когда столкнулись с бортами, их правый наш левый борт, он начал нас оттеснять. Они сбили нашу шлюпку, шлюпка упала к ним на палубу, сломала им антенну штыревую. У них сыграли красную тревогу. Тем не менее, задача была выполнена. Мы выстояли. Пришел на следующий день эскадренный авианосец Горды. На его борту был контр-адмирал Ховрин Николай Иванович. Передав дежурство по слежению за авианосцем, Веский направился в базу для устранения повреждений. Но через два часа ему пришлось вернуться на помощь эсминцу Горды. Тот же Уолкер протаранил ему корму. По чистой случайности никто не пострадал. Кинокадры, зафиксировавшие агрессивные действия американских кораблей у советских границ, срочно отправили самолетом в Москву. Фильм был показан в главном штабе ВМФ, куда был приглашен посол Соединенных Штатов, наверное, военной атташе, который предложил за этот фильм, как нам сказали, полтора миллиона долларов и уладить этот конфликт мирно. Подобные инциденты в любой момент могли привести к началу ядерной войны между двумя державами. После этого случая в главкомате советского ВМФ задались вопросом, почему наши эскадренные миноносцы, обладавшие большей скоростью, получали повреждения в наиболее уязвимую часть, в корму. Ответ лежал на поверхности. Из-за изношенности машин командиры эсминцев не могли полностью использовать их маневренные качества. А новые корабли такого класса на тот момент в СССР не проектировались уже более десяти лет. Витя, насос! Переходи на ручное! Ваши нарядники, вешаем из строя насоса. Переходи на аварийное управление. Отперешел! Нормально! 5 баллов! К концу 1970 года уже стало ясно, что нужно на смену этим кораблям проектировать новый корабль, оснащенный таким же, а может быть даже еще более мощным оружием. И нам, нашему коллективу, было поручено сделать такой проект. В начале 70-х по числу ударных кораблей ВМС стран НАТО продолжали в два раза превосходить флоты Объединенных Вооруженных Сил государств Варшавского договора. Уравнять баланс сил мог только мощный советский ракетно-ядерный флот. Поэтому к созданию нового эсминца «Сарыч» главком ВМФ Сергей Горшков отнесся с особым вниманием. Но проектирование корабля шло с большими трудностями. В 1972 году ракетно-ядерное противостояние между СССР и США достигло пика. Страны как воздух нуждались в разряд. После визита в Москву президента США Ричарда Никсона был подписан договор ОСВ-1. В том же году впервые состоялись матчи между советскими хоккеистами и североамериканскими профессионалами. Но высокие расходы СССР на оборону привели к возникновению перебоев с мясом. Ситуацию усугубила засуха. Сегодня на том же Камском берегу человек выиграл битву с природой. Потому что есть у него теперь могучая техника. И на вооружении у него последние достижения сельскохозяйственной науки. И за ним вся мощь советского государства. К декабрю 1972 года конструкторам Северного ПКБ пришлось разработать 13 вариантов эскизного проекта эскадренного миноносца СССР. По требованию моряков эсминец должен был подавлять береговые цели, поддерживать огнем десант, вести противовоздушную и противокатерную оборону и уничтожать корабли противника во взаимодействии с другими силами флота. Для решения этих задач на эсминце впервые размещались 130-мм автоматическая артиллерия и зенитные автоматы, противокорабельные ракеты, мощный комплекс коллективной ПЛО, торпедные аппараты, реактивные бомбометы, мины и противолодочный гордолет. При техническом проектировании на корабле порядка вот такого водоизмещения задействовано более 100 предприятий. В Северном ПКБ эту работу возглавил Василий Аникиев, а впоследствии главный конструктор Игорь Рубис. Выпускник Ленинградского кораблестроительного института Игорь Иванович зарекомендовал себя прекрасным теоретиком и инженером гидродинамиков. Каждый из нас с детства знаком с игрушкой «Ванька-встанька». При любом отклонении она неизменно возвращается в исходное положение. Эта способность в кораблестроении называется остойчивостью и является одной из основных характеристик любого судна. Благодаря низкорасположенному центру тяжести корабля в соотношении главных размерений и активным успокоителем качки он сохраняет боеспособность. На эсминце «Сарыч» главный конструктор Игорь Рубис добился того, что расчетный показатель остойчивости, так называемая метацентрическая высота, оказалась больше, чем у зарубежных аналогов на 15%. Поэтому «Сарычу» не страшны любые штормы. После пограничных конфликтов отношения между Китаем и Советским Союзом в начале 70-х годов вновь обострились до предела. Руководство КНР обвинило СССР в подготовке заговора с целью убийства лидера страны Мао Цзэдуна. В этот период советская разведка доложила о строительстве в Китае серии эсминцев типа «Люйда». Они практически повторяли базовый вариант отечественного проекта 56, документация на который в эту страну не передавалась. Вместо торпедных аппаратов китайцы установили на нем свою версию противокорабельных ракет П-15. Да, действительно, это 56-й проект по корпусу, по энергетике. Но как он туда попал? Но в те годы это навряд ли было копирование. На базе вот этого все-таки 56-го проекта они построили в то время свой очень серьезный, мощный флот. Вскоре Китай впервые установил военно-технические связи с США. Эти события вынудили руководство Советского Союза ускорить темпы строительства новых боевых кораблей. Создание эсминца третьего поколения стало делом чести конструктора Игоря Рубиса. Игорь Иванович стал, ну, настоящим хозяином этого корабля, начиная от модельных испытаний. Надо сказать, что он вообще был очень талантливый человек, начиная еще со суденческой скамеи, его отличала всегда большая вдумчивость, большой интерес к делу. Внезапно, еще на стадии технического проектирования, требования руководства ВМФ к эсминцу Сарыч принципиально изменились. Совершенно секретно. 8 декабря 1973 года. Москва. Министру обороны СССР, маршалу Советского Союза Андрею Гречко. В США развернуто строительство универсального эсминца водоизмещением около 9 тысяч тонн типа «Спрюэнс». Его вооружение включает противокорабельный комплекс «Гарпун», «ЗРК», «Сиспароу», артиллерию калибра 127 мм, 20 мм, установки «Вулкан Фаланс», противолодочные ракеты-торпеды «Асрук», торпедные аппараты и два вертолета. Начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил СССР, генерал армии Петр Ивашутин. Допустить преимущество американского эсминца над еще только создававшимся Сарычем советское руководство не могло. Поэтому Игорю Рубису и его коллегам пришлось срочно вносить в технический проект корабля кардинальные изменения. Однако вся масса вооружения, особенно противолодочного, просто не помещалась в рассчитанный корпус. Его размеры ограничивались возможностями завода. Начинать же проектирование с нуля означало на годы отстать от вероятного противника. Решение военных моряков оказалось неожиданным. Тогда была такая у Сергея Георгиевича Горшкова доктрина, которую воспринял войсфлот, что нам нужны специализированные корабли. Один из 55 – это большой противолодочный корабль, а 956-й корабль – это ударный. И они должны ходить вместе. Это как бы был ответ наш на строительство в Америке серии кораблей типа «Спрюнист». Так два проекта одного КБ «Ударный эсминит Сарыч» и большой противолодочный корабль «Фрегат» стали своеобразными по-братиму. При этом учитывалось, что опыт их эксплуатации позволит определить облик следующего поколения боевых кораблей. Одним из отличий «Сарыча» и «Фрегата» были энергетические установки. Создавались они как альтернативные проекты. Именно один создавался как газотурбинный корабль, то есть проект 1155, а второй как паротурбинный корабль. И в то время паротурбинный корабль, он вместе даже с тем составом вооружения оказался дешевле, чем газотурбинный корабль. При выборе двигательной установки для эсминца был учтен и мировой топливно-энергетический кризис 70-х годов. Паровые турбины «Сарыча» выгодно отличались ремонтопригодностью и возможностью работать на любых видах жидкого топлива – от флотского мазута до сырой нитки. В соответствии с предназначением «Сарыч» получил новейшее вооружение, резко увеличив ударные возможности. Впервые эсминец стал настоящим ракетно-артиллерийским кораблем первого ранга. Главным оружием эсминцев типа «Сарыч» является противокорабельный комплекс крылатых ракет «Москит». Американские специалисты нарекли эту ракету характерным названием «Санберн» или «Солнечный ожог». До сих пор во всем мире у нее нет даже близких аналогов. Уникальность «Москита» состоит в сверхзвуковой скорости полета – около 50 км в минуту. Аналогичная американская ракета летит в два раза медленнее, а французская – в четыре. Не случайно «Пентагон» долгое время охотился за этой ракетой и даже закупил 9 бывших советских мишеней «МА-31». Они имели аналогичный двигатель, но скопировать «Москит» для испытаний противоракетной системы «Иджис» американцам так и не удалось. В начале 80-х годов в США для борьбы с морскими целями решили использовать не только подлодки, но и авианосцы. Преодолевать зенитную оборону палубные самолеты должны были совместно с противокорабельными ракетами «Гарпун», которыми стал вооружаться американский флор. Для противодействия этим ударным средствам руководство советского ВМФ потребовало от конструкторов создать морскую модификацию сухопутного комплекса ПВО «Куб». Она получила название «Ураган». После доработки управление комплексом стало настолько простым, что на эсминце это делает боевой расчет во главе со старшиной. В то время как аналогичные обязанности на сухопутном аналоге возглавляет старший офицер в звании не ниже майора. Данный комплекс надежно защищает корабль от средств воздушного нападения, от боевых самолетов противника, от крылатых и зенитных ракет. В декабре 1980 года, когда в Афганистане 40-я армия перешла к активным боевым действиям против душманов, на головном эсминце «Сарыч» одновременно с подъемом военно-морского флага был подписан акт приемки корабля. Торжественный момент. Это не передать. Это, конечно, очень чувствуется то, что вот гордость, что ли, за то, что у нас такие корабли, что мы наконец-то спускаем корабли, что это венец нашего труда. Началась кропотливая работа военных моряков по освоению сложнейшей техники корабля. 19 марта 1982 года вспыхнул англо-аргентинский вооруженный конфликт из-за полклендских островов. Анализ морского сражения, состоявшегося в Южной Атлантике, привел военных аналитиков к неожиданным выводам. Совершенно секретно. 30 мая 1982 года. Москва. Главнокомандующему военно-морского флота СССР, адмиралу флота Советского Союза Сергею Горшкову. 25 мая 1982 года английский флот потерял авианесущий транспорт «Атлантик-конвейер» водоизмещением 14 тысяч тонн. В него попала противокорабельная ракета «Экзосет». Она была запущена с аргентинского штурмовика по авианосцу «Гермес», но перенавелась на «Атлантик-конвейер» из-за применения средств радиоэлектронного противодействия. Начальник разведывательного управления главного штаба военно-морского флота СССР, вице-адмирал Юрий Иванов. Способность кораблей НАТО ставить радиоэлектронные помехи атакующим крылатым ракетам вынудила советских конструкторов срочно создать аналогичную защиту для своего флота. Всего через 4 года такая аппаратура постановки ложных целей появилась на Сарыче и сделала его неуязвимым для средств нападения противника. «Этот комплекс, конечно, очень хорош. Он как бы закрывает корабль облаком из диполей, лазерных ловушек и дымов разноцветных против оптических головок самонаведения. И ракеты, которые наводятся по лазерным лучам, по радиолокационным, оптическим, они уводятся за кормом». Только в августе 1982 года испытанный и полностью оснащенный новым вооружением головной эскадренный миноносец «Современный» вступил в строй ВМФ. Сарычи стали кораблями третьего поколения и по характеристикам превзошли многие аналоги страны. Заслуги главного конструктора эсминца Игоря Рувиса и первого командира корабля капитана первого ранга Германа Ложенкова были отмечены Ленинской премией. Еще двоих представителей Северного ПКБ наградили Государственной премией. В середине 80-х эсминцы Сарыч сразу были направлены в наиболее горячие точки планеты. Это решение объяснялось отлаженной крейсерской организации службы на корабле и его уникальными боевыми возможностями. Ракетами «Москит» он способен наносить удары по морским группировкам противника. Одновременно 130-мм артиллерия позволяет громить его береговой оборот, отражать атаки катеров и авиации. Зенитно-ракетный комплекс «Ураган» и автоматические пушки могут сбивать атакующие самолеты и ракеты. При этом во взаимодействии с корабельным вертолетом Ка-27 Сарыч имеет возможность уничтожить торпедами и глубинными бомбами любую субмарину противника. Управление кораблем в боевой обстановке при решении учебно-боевых задач является достаточно сложным. Уникальные возможности ударного ракетного комплекса позволяют наносить эффективное поражение противникам, морским целям противника в составе группы до 32 ракет в залпе. Весной 1986 года, когда обострилась обстановка вокруг Ливии, президент США Рональд Рейган не признал ее границ, установленных в заливе Сидора. Обвинив режим Муамара Каддафи в поддержке арабских террористов, он направил в богатый нефтью район сразу три авианосца. 24 марта они вторглись в территориальные воды Ливии. Слежение за американскими силами осуществляли корабли 5-й оперативной эскадры советского ВМФ. Мы стали на линии защиты интересов Ливии в 80 километрах в Маристии и передавали все сведения по налетам. В ночь на 15 апреля американская авиация нанесла массированный ракетно-бомбовый удар по ливийским объектам. Только на столицу Триполи было сброшено 60 тонн бомб. Мало кто знает, что после первых ударов американской авиации по Ливии в ее порты были направлены советские боевые корабли. Они получили задачу из Москвы защитить дружественную Советскому Союзу страну. В порт Бенгази своим оружием прикрывал эсминец «Отличный». В ночь на 26 апреля американские палубные штурмовики попытались скрытно атаковать город через территорию соседнего Туниса. Но зафиксировав облучение радиолокационной станции советского корабля, тут же повернули обратно. По данным разведки, вскоре ожидался их второй налет. Однако разразившаяся чернобыльская катастрофа заставила президентов Рейгана и Горбачева резко снизить накал конфликта. Вскоре помощь Сарычей потребовалась в другом районе мира. 16 мая 1987 года в Персидском заливе подорвался на мини-советский танкер маршал Чуйков. Началась так называемая танкерная война. Руководство СССР срочно приняло меры по защите своих судов кораблями 8-й оперативной эскадры ВМФ от атак иранских и иракских сил. Мы там пришли в 87-м году. Это был самый разгар танкерной войны. Один транспорт наш, они попытались захватить. Высадили на него группу захвата свою. Но вовремя капитан танкера дал сигнал бедствия, и подошел наш военный корабль, и иранцы иритировались. В операциях по конвоированию советских гражданских судов приняли участие эскадренные миноносцы, стойкий, осмотрительный, боевой. В тяжелейших климатических условиях корабельное оружие и техника работали безотказно. Несмотря на противоречивую информацию о событиях в охваченной перестройкой родной стране, экипажи с честью выполнили свои обязанности. Был митинг. Нам торжественно передали знамя. Был такое знамя по охране Персидского залива. Это был боевой флаг эскадренные миноносцы Бойки, времена войны, который прорывался с конвоями Севастополь возрожденной. В ходе Ирано-Иракской войны советские корабли провели в 178 конвоях более 400 торговых судов. При этом не было потеряно ни одного человека, в то время как только ВМС США погибли более 50 человек. Осенью 1989 года эсминец Боевой после двух походов в Индийский океан возвратился на Тихоокеанский флот. Вскоре опытный экипаж был представлен для участия в высшей форме боевой подготовки, состязаниях на приз главнокомандующего ВМФ. Традиционно эти зачетные учения проводятся в обстановке, максимально приближенной к боевой. Эскадренному миноносцу пришлось отражать так называемый звездный налет. Ибо называло отражение корабель ударной группировкой массированного удара средства воздушного нападения противника, подходящих кораблю с разных направлений одновременно. По отряду кораблей, которые прикрывали два «Сарыча», были запущены сразу семь ракет-мишеней. С подводного атомохода, самолета-ракетоносца и берегового ракетного комплекса. Уверенный в своем экипаже командир боевого приказал не ждать распределения целей флагмана, а использовать оружие в автоматическом режиме. Эффект оказался впечатляющим. В итоге эсминец Боевой обстрелял шесть ракет, эсминец Осмотрительный одну. Ну, он тоже две пострелял, но он сбил одну РМ-35 береговую. Мы сбили обе КСР-5 авиационных, обе РМ-6 лодочные, сбили самолет ВА-17М и сбили одну РМ-35, значит, досмотрительную. Его ракеты к этой РМ-35 подошли уже позже нашей. На разборе командиру боевого сделали выговор за перерасход ракет, и приз главкома ему не достался. Однако экипаж эсминца удостоился звания лучшего корабля Тихоокеанского флота и право принять участие в первом послевоенном официальном визите в США. Настоящий фурор в военно-морской базе Сан-Диего произвел эсминец Боевой. Американские адмиралы были просто поражены без помощи буксира, задним ходом. Огромная махина водоизмещением почти 9 тысяч тонн отшвартовалась у причала всего за 8 минут с точностью до 1 метра. На подобную операцию у американцев уходит минимум полтора часа. Не случайно на флоте шутят, что если на миноносцах второго поколения можно было плясать польку, то на Сарыче уже можно танцевать твистом. Секрет прост. Эсминец впервые в мире оснащен двумя выдвижными поворотными колонками. Уникальные механизмы размещены в подводной части корпуса, в носу и корме. Они позволяют кораблю удерживать позицию для прицельной стрельбы по переговым целям противника. В мае 1993 года замкнуть кругосветное кольцо походов с Сарычей выпало эсминцу Северного флота безудержно. Если боевой пересекал Тихий океан курсом на восток, то этот корабль прошел на запад, чем еще раз доказал, что эсминцы типа Сарыч имеют неограниченные возможности по дальности плавания. Безудержный нанес визит в Нью-Йорк, где отмечалось 50-летие битвы за Атлантик. Море встретило экипаж с жестоким штормом. На этих редких кадрах вы впервые видите, в каких тяжелейших условиях пришлось действовать экипажу. Первый шторм. Когда экипаж прикачивался, у нас помощник на снабжение просто радовался, потому что количество расхода продуктов стало меньше, никто не просил добавки. Праздник в Нью-Йорке, где российский эсминец оказался единственным зарубежным гостем, запомнился североморцам не только гостеприимством американцев, но и учениями с ВМС США. Характерно, что для совместных маневров безудержным был выделен новейший крейсер типа Тикендерога. Тем самым американцы признали однотипность их огневой мощи. Сарыч имеет непревзойденный по огневой мощи и скорострельности 130-мм артиллерийский комплекс АК-130. При его создании конструкторами Санкт-Петербургского КБ «Арсенал» было получено 77 авторских свидетельств на изобретение. Благодаря ему по огневой производительности артиллерия корабля равна 25 сухопутным аналогам. Только за одну минуту две арт-установки выпускают по противнику до 6 тонн боезапаса. В июне 2005 года на Балтике прошли совместные учения российского флота с кораблями НАТО «Балтопс». Артиллерийская стрельба эсминца настойчивой по учебным целям, оборудованным электроникой, поразила иностранцев. Первые залпы, впадание в щит и потеря драгоценной аппаратуры. Они подразумевали, что стрельба должна быть не точной по щиту, а несколько удалений. Ну и потом была еще стрельба по другому мишени, так называемой томато-киллер, когда надувается большой оранжевый шар, пушка очень высокоэффективная. Поэтому наш корабль также поразил эту мишень, и причем умудрился ее расколоть. То есть она утонула. Не случайно именно эскадренный миноносец настойчивый, трижды признававшийся лучшим кораблем российского флота, был выделен для подготовки китайских моряков. Через 25 лет после строительства скопированного эсминца Люйда, руководство Поднебесной решило официально закупить четыре сарыча. Их планируется использовать для охранения будущих авианосцев. Когда мы на базе этих 9, 5, 6 наших стали делать эскадренные миноносцы для Китая, серьезных изменений в проект внесено не было. Все было сделано и отработано на тех предыдущих платформах, в 17 кораблях, которые мы сделали для нашего военно-морского флота. Основные изменения коснулись вооружения экспортных сарычей. Создавая их, конструкторы Северного ПКБ понимали, что в перспективе иностранные заказы откроют финансирование и новым кораблям для российского флота. К сожалению, не обошлось без потерь. Напряженный трудовой ритм сказался на здоровье Игоря Рубиса. По дороге в Китай его сердце не выдержало. Вечером легли спать в купе. Утром, ну я смотрю, Игорь Иванович лежит. Первый вопрос был, вы, наверное, пили накануне? Я буду своим текстом все говорить. Говорим, нет, наоборот, надо бы лучше выпить. Там 50 грамм коньячку, наоборот, бы человек взбодрился. Он вообще был очень талантливый человек. За это его очень любили и уважали в нашем конструкторском бюро. И память о нем, в общем, сохранилась до сих пор. Постройка эсминцев 956-го проекта на экспорт показала, что российские корабелы не утратили своих мощностей по созданию самой современной военно-морской техники. Сегодня писарычи продолжают нести свою нелегкую службу в составе отечественного флота. Хотелось встретиться с конструкторами, выразить благодарность, что до сих пор техника, которая была построена еще в советские годы, является работоспособной, произведена была качественно, позволяет решать на современном этапе поставленные перед кораблем и перед военно-морским флотом задачи. Сентябрь 2007 года, США. Администрация Джорджа Буша подготовила беспрецедентный проект очередного военного бюджета. Расходы Пентагона составят 622 миллиарда долларов, из которых 40% получат морская пехота и флот. Продолжается строительство эсминцев нового поколения, DDG-1000 Zoom Bolt. Достоинством корабля является применение технологии стелс, что делает его невидимым для средств обнаружения противника. И мы должны быть способны реагировать на новые вызовы и угрозы безопасности, перейти на новую, более совершенную технику нового поколения. Эта техника должна обеспечить предотвращение угроз на стратегическом уровне, путем обеспечивания выполнения задач стратегического сдерживания. Одним из главных направлений пополнения корабельного состава конструкторы Северного ПКБ считают модернизацию эсминцев Сарч. У этих кораблей очень хороший корпус. Это двухслойная специальная сталь, жизненный цикл у которой очень высокий. У них модернизационный потенциал громадный. Туда можно чего только не установить. И ракеты, и ПВО, и ударных, и чего угодно. Это все надо сохранять. Это национальное достояние. Стоимость серьезного корабля, стоимость корпуса такого корабля составляет от 12 до 15% от общей стоимости. Это как в сберкассе. Реализация подобных планов требует сбалансированной кораблестроительной программы российского военно-морского флота. Последовательный сторонник дружбы с Россией, американский президент Франклин Рузвельт, говорил, что стоимость флота есть та страховая премия, которую государство уплачивает за обеспечение безопасности своих ценностей. Ведущие морские державы неуклонно следуют этому принципу. Для защиты национальных интересов российскому флоту требуется постоянное обновление корабельного состава. Хочется верить, что в 21 веке на смену Сарычу придут не только фрегаты, но и эскадренные миноносцы нового поколения, способные надежно прикрыть морские и океанские рубежи нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин